А еще и элемент дизайна. Существуют разные способы открывания. Давайте разбираться, какие самые удобные и на каких автомобилях они устанавливаются. Существуют различные конструкции открывания дверей. Начиная от классических распахивающихся, причем двери могут распахиваться как по ходу, так и против хода движения. Все мы знаем раздвижные двери и, безусловно, экзотические конструкции, такие как гильотинового типа, крыло бабочки или крыло чайки. Теперь поподробнее. Классика. Все четыре двери открываются справа налево, то есть по ходу движения авто. Просто привычно технологично. Они самые распространенные, используются на любых автомобилях вне зависимости от класса. Раздвижные устанавливаются только сзади, как правило, на семейные минивены и на небольшие коммерческие авто. Удобно в городской толчье в ограниченном пространстве. А вот на спорткарах можно встретить не только классические, но и редкие конструкции. Например, у Ламборгини гильотины. А ниже ножницы открываются вверх. На Альфа-Ромео, Феррари и Порше можно увидеть так называемые крылья бабочки с открытием вверх и вбок. И знаменитое крыло чайки, как на Мерседес-Бенз 300SL. В открытом положении автомобиль похож на птицу с расправленными крыльями. Отсюда и название. А все ли варианты одинаково безопасны? Ведь эти авто серийные. В современном автомобиле способ открывания дверей абсолютно не влияет на безопасность. Потому что автомобиль проходит краш-тесты. С надежностью все понятно. А что с комфортом? Здесь не все так просто. Чем необычнее и оригинальнее, тем неудобнее. Спорткары низкие. Для того, чтобы сесть или выйти, потребуется даже определенная спортивная подготовка. Да и с одеждой придется быть избирательнее. Особенно женскому полу. Узкую мини-юбку не наденешь. Вторая проблема. Непогода, дождь. Выбраться из машины чистым не получится. Вся грязь с двери попадает на вас. А какой способ открывания считается самым комфортным? Такой, как в Rolls-Royce Phantom. Это люксовый сегмент. Машина имеет высокую посадку. Передние двери открываются по ходу. А вот задние, для VIP-персон, против движения. И почти под углом 90 градусов. Это самый удобный вариант. К сожалению, выбрать вид открывания дверей как дополнительную опцию невозможно. Это определено конструкцией. Связано и с классом, и со стилем. Продолжение следует...